Один из самых известных символов Ешкаралы отмечает юбилей. 50 лет исполнилось памятнику неизвестному солдату, как его называют жители города. Мемориальный комплекс воинской славы был открыт 5 ноября 1973 года. Как начиналась его история и почему он был признан одним из лучших в стране, расскажет Марина Пушкарева. Мужественные фигуры защитника, серьезный взгляд, смотрящий на запад. Вот уже полвека жители и гости столицы республики все так же с благоговением смотрят на скульптуру на 20-метровом постаменте. Издалека развивающийся плащ и вскинутая рука с автоматом смотрится как знамя. Знамя Великой Победы. Инициатива создания мемориального комплекса в честь 30-летия Победы принадлежала местной комсомольской организации. Был объявлен конкурс проектов, и идея молодого скульптора Анатолия Шернина понравилась. Памятник в форме свечей, видный из разных точек города, смотрелся изящно. Хотя над его техническим исполнением пришлось подумать. Я когда сдавал проект, я так из фольги его согнул. Ну, очень красиво было, такой большой проект, было белое поле, такая свечка. А потом вот когда на размер, на рабочую модель, там, в общем, было сложно. Там мне пришлось, конечно, попотеть, так сказать. Там принцип такой, Ванька-встанька. То есть, внизу такая мощная, там, вот, мощный вес и размер, что она не может упасть. Она может качаться, но не упадет. Думали и над местом установки мемориального комплекса. Сначала хотели сделать его на стадионе «Дружба». Но в итоге решено было продлить главную аллею парка и установить памятник именно здесь. Работа над созданием скульптурной композиции продолжалась три года в Москве. Затем мемориал по частям перевезли в Ишкаралу. И около месяца устанавливали на месте. Самым интересным является непосредственно сам монумент воинской славы. Представляет он из себя 20-метровый пилон, на котором установлена 6-метровая скульптура воина-победителя. Кстати, прототип есть у непосредственно этой скульптуры. Это реальный человек. На тот момент он был студентом педагогического университета. И обладал такой характерной внешностью, поэтому и был выбран как определенный образ. Спустя два года после возведения наш ансамбль воинской славы участвовал во всесоюзной выставке памятников, посвященной 30-летию Победы. И стал одним из лучших. Авторов наградили золотой медалью ВДНХ СССР. В мемориальный комплекс входит архитектурная композиция и вечного огня и аллея с именными плитами Героев Советского Союза. Кстати, зажжен вечный огонь в Вишкрале был от факела, который был специально доставлен с Пескаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге. Это место в сердце столицы республики почитаемо и памятно для всех поколений. Здесь несут вахту постовцы, проезжают поклониться подвигу предков молодожены. И почти всегда, не только в праздничные дни, лежат цветы. Продолжение следует...